Мы были последней точкой, куда по трассе жизни заходили машины, везли цемент, муку, солярку, бензин и миллионы галошек. Но вместо с ним любил галошек, они блестящие такие. Ходили в жару пятьдесят-мой раз эти галошки, нарасхватывали друг к другу, отбежали, когда-то в помощь раздавали, но эти колонны были нужны, гуманитарная помощь, с родины как бы привет, в виде водки пополам, соляркой, разлива Денау, пить ее можно, но не нужно. Ну, пусть ничего нет, вот такая, выпьешь ее желтой на свет, а потом уходишь, как драконы огнедышащие, двое суток потом. Нужны были эти колонны, понимаете? Хотя бы, да, чтобы совсем совсем не помереть. И вот, переделок стали доброй военной песней, через перевалы и долины, сквозь огонь снарядов и грана, мы вели колонны вдоль покорных склонов, от кундуза и на фейзамбад. Это путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засады душман, но помирать нам рановато, если у нас еще два дела. А помирать нам рановато, если у нас еще два дела, путь до фейзамбада, между прочим, был совсем нелегок и нескоро. Шли три дня, два дня, три ночи, трудно было очень, но водитель не глушил мотор, их путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засады душман, но помирать нам. А помирать нам рановато, если у нас еще два дела, а помирать нам рановато, если у нас еще два дела, может быть, в Союзе неким лицам. Все эти песни будут невдомек, но не позабудем, если живы будем, мы афганских выжженных дорогах, путь дороги Афганистана, так не страшны нам засады душман, Ведь помирать нам рановато, если у нас еще два дела, помирать нам рановато, если у нас еще два дела.